Субтитры подогнал «Симон» Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – «Чи є Дніпро комфортним містом для життя?» З нами заступник міського голови Михайло Лисенко. Дніпро Михайло Лисенко – заступник міського голови Дніпра. Освіта – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. За фахом – зооінженер, інженер-технолог. Депутат Дніпровської міської ради очолює Департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, я вас вітаю в нашій студії. Власне, перше питання – новина останніх днів. Затримано представницю бюро ритуальних послуг. «Ви коментували цю ситуацію. В чому там проблема? Яке взагалі ваше ставлення до приватних ритуальників? І у зв'язку з цим, чи є якась боротьба між комунальним підприємством, ритуальні послуги та приватним підприємцями?» Добрый день, уважаемые гости, уважаемые телезрители. Прежде всего, я хотел бы сакцентировать, была задержана гражданка, которая возглавляла одно из частных предприятий, которые в деятельности городского совета, к счастью, не имеют никакого отношения. То есть у нас существует коммунальное предприятие «Ритуальная служба», которое предоставляет всем жителям услуги по тарифу, утвержденным городским советом. Но есть еще существует ряд частных предприятий, которые тоже предоставляют эти услуги. Некоторые из них добропорядочные, некоторые из них недобропорядочные, которые по большому счету зарабатывают на людском горе в экстренных ситуациях. Лично это, как я давал комментарий, я это испытал на себе в 2014 году, когда у меня умер отец. Я сообщал о том, что я там позвонил в полицию, позвонил в скорую. Полиция приехала через два часа, ну понятно, это не какая-то экстренная ситуация, это просто надо приехать для того, чтобы составить документ о том, что о смерти. А «Ритуальная служба» была у меня там буквально через 17-18 минут. И вот я испытал на себе, я просто знаю прекрасно, когда у людей происходит дома такая трагедия, и когда люди находятся в таком шоковом, стрессовом состоянии, всем прекрасно понятно, что они как можно быстрее хотят это все быстро решить, уладить все эти проблемы, отдать дань своим усопшим родственникам. И когда появляется какая-то организация с бумагами, с рекламными проспектами, говорят, а мы решим сейчас все ваши вопросы. И люди в такой стрессовой ситуации не всегда задумываются вообще о их стоимости, потому что люди находятся в состоянии шока. И когда к ним приходят некоторые нечистые нароки коммунальные предприятия, не коммунальные предприятия, извините, частные предприятия, они пользуются этой стрессовой ситуацией. И те услуги, которые они предоставляют, как правило, они в три-четыре раза выше, чем те услуги, которые предоставляет «Ритуальная служба». То есть попросту, если это можно называть, извините, там «танцы на костях» или как угодно. То есть эта гражданка вступила в преступный сговор с некоторыми сотрудниками полиции, в частности со службой 102. И она получает от них информацию, получала от них информацию, где, по какому адресу произошло там скоропостижное, кто-то скончался, то есть сразу и автоматически передают. И люди пользуются, еще раз повторюсь, стрессовым состоянием родственников, они заключают сразу с ними какие-то договора. А вы же прекрасно понимаете, то есть когда кто-то скоропостижно скончался, это ясно. А когда там дома есть больной человек, люди уже стараются откладывать какие-то деньги на похороны, и, как правило, они в этом состоянии их беспрепятственно передают. Мы сейчас ведем у нас плотный контакт с управлением внутренней безопасности полиции. Мы сейчас по решению мэра города, то есть мы сейчас создали рабочую группу, и думаю, в самое ближайшее время подобное зарабатывание на людском горе, то есть когда люди в таком состоянии, оно будет закончено, этого просто никогда в городе у нас не повторится. На вашу думку, это одна такая сетка, или их несколько есть? Три, да. У нас была первая сетка, которая была четыре года назад, у них были контакты со службой 103, то есть точно так же не получали после этого, когда у нас возглавил департамент здравоохранения Андрей Бабский, мы это моментально все закрутили, и мы полностью положили этому конец, то есть служба 103 не передает никакую, никому никакую информацию, а, к сожалению, по линии 102 эта проблематика осталась. У связи с этим вопросом, а будет все-таки в Днепре побудовано крематорий? Обязательно будет построен, мы сейчас перешли на финальное завершение его проектирования, еще раз я об этом часто говорил, проектирование чрезвычайно сложное, поскольку мы выбрали самое лучшее и самое современное оборудование, которое производится на сегодняшний день, то есть вообще в мире. Это немецкая компания, то есть она построила где-то порядка 450 крематориев по всему миру, и плюс мало того, что у них чрезвычайные нормы к требованию к выбросам в окружающей среде, а самые высокие требования это Германия, Дания, Норвегия и Швеция, вот Германия входит в их ряд, и поэтому у них из требований одно, то есть когда они реализуют свою продукцию, этот крематорий находится в полном смысле слова на внешнем управлении. То есть мало того, что по нормативам, и кто жители ездят за рубеж, они могут сказать, что в частности в той же Баварии или в Баден-Вюртенберге можно увидеть, когда там крематорий находится буквально в 50-100 метрах от жилых домов, от школ. Внешне у нас просто все привыкли, что крематорий что-то такое страшное, серое, там идут огромные клубы дыма и так далее, ничего подобного нет, и ни один человек, если ему не сказать, что это крематорий, он в жизни никогда не скажет, что это крематорий, что там проходит кремация. Выбросы при работе этого крематория, они полностью равны нулю, то есть не одному проценту, а выброс вредных веществ в атмосферу равен нулю. И поэтому компания, с которой мы планируем заключить договор на поставку оборудования, одно из их условий, это то, что они дистанционно будут управлять этим крематорием. Если они видят, что что-то идет не так, что выдерживается какой-то не такой технологический, произошел какой-то технологический сбой, они в автоматическом режиме этим всем это все будут устранять. Кроме того, там не стоят такие фильтры, которые стояли раньше у нас в советские времена, а там стоят рукавные фильтры самой последней модификации. Эти фильтры не надо менять, то есть там нет такого требования, что там вовремя заменили фильтр или не вовремя заменили фильтр. То есть обеззараживание всех выбросов в атмосферу происходит в автоматическом режиме, для этого используют специальный коллаген, то есть туда заливается в огромном количестве специализированная жидкость, и только при помощи этого фильтра механически там менять ничего не надо. То есть эта жидкость должна находиться, если она находится в уровне ниже, чем требуется, крематорий просто автоматически отключается центром Германии, и перезапустить его невозможно. То есть никакой слесарь не придет туда и не сможет чего-то там подкрутить, сделать. То есть здесь мало того, что по нормативам советским, то есть необходимо 500 метров, чтобы крематорий находился на расстоянии от жилого дома, это еще старые времена, когда не было никаких фильтров, когда вообще ничего не было. А на сегодняшний день у нас от проектированного места, он находится в 1350 метрах, а по санитарным нормам Германии, то есть этот крематорий может находиться в 50 метрах от жилого дома. То есть крематорий, еще раз говорю, очень сложное, очень чрезвычайно сложное проектирование, и очень большое количество документов, которые необходимо согласовать, сделать авоз и так далее. Обязательно эта программа будет реализована. Как минимум, я думаю, это мы постараемся до лета закончить проектирование, потому что, еще раз говорю, действительно очень сложное. Михаил Олександрович, пропоную поговорить на более таки загальні питания. Бюджет Дніпран в 2020 рік складывает близко 13 миллиардов гривен. Из них почти полмиллиарда будет спрямовано на потребы ЖКХ. Это много или мало? Что планируется сделать за это? Это вообще не что. Если будем говорить так, полмиллиарда гривен, ну, этой суммы, к сожалению, в Киеве было принято решение киевским руководством ограбить в переносном смысле, в центральном было принято решение условно, в кавычках, обобрать органы местного самоуправления, для нас это оказалось суммой в 2 миллиарда гривен. То есть минус 2 миллиарда гривен, которые мы могли потратить на различные проблемы, на капитальные ремонты и так далее, у нас попросту их изъяли. То есть, ну, ничего страшного, я уверен, у мэра уже есть утвержденная стратегия, каким образом мы будем действовать в этом году. Мы уже приняли решение практически по всем ключевым, по всем важным объектам, которые будут завершены в этом году. Да, неприятно, да, забрали 2 миллиарда гривен. Это достаточно серьезная сумма, то есть, ну, для жилищно-коммунального хозяйства это очень много. Но они воспользовались тем, они увидели, что мы за 4 года раздали практически все долги по газу, по электричеству, мы же практически рассчитались. Хотя у нас были долги многомиллиардные, которые город имел. Многомиллионные из меня есть. Многомиллионные долги, например, в частности, там по электроэнергии. У нас долг был там под миллиард гривен. И он был у города на протяжении последних 12 лет. Мы на сегодняшний день с компанией ДТЕК подписали договор. Мы на 75% выполнили все наши обязательства. Сейчас мы погашаем всю нашу задолженность. День-день, час-час. Точно такая же ситуация и с газом, и с остальными всеми энергоносителями. Питание из этого же ряда дороги, шляху провода, утримание парков, утримание кладовищ, это еще 1,5 миллиарда гривен. Какие конкретно работы планируют выполнить в этом году? Прежде всего, если будем... Давайте так, честно, вам как жителям, вы же в Днепре живете, но давайте объективно там, без всякого, уберем все эмоции. Общепроездные дороги в городе Днепр. Скажите, пожалуйста, ну честно, вот как вы считаете, есть какие-то проблемы? Ну, на бережную уже требовало летать, как мне кажется. Зокременно на Красный Каин-Парус, хотя 10 лет, наверное, меньше ее работали. Да, ну смотрите, то есть я считаю на сегодняшний день... Но, может быть, значит, что внутрешние квартальные дороги работаются, по троху, но работаются. Смотрите, у нас, я на сегодняшний день, состояние дорог общего пользования, это не внутриквартальные дороги, я их на сегодняшний день оцениваю, их состояние 7+. 7+. Состояние внутриквартальных дорог в городе я оцениваю 3-. Проблема в следующем. Я думаю, меня многие смотрят, и люди, которые особенно участвуют в реконструкции дорог и в строительстве, они прекрасно понимают. Основной заработок подрядчика – это на укладке асфальта. Вот то, на чем он зарабатывает. Вот теперь у меня к вам вопрос. Вы подрядчик, да? Скажите, пожалуйста, куда вы пойдете работать? Или пойдете на набережную и будете ложить по тысяче квадратных метров асфальта в день и зарабатывать? Либо вы зайдете на внутриквартальные дороги, где куча бордюров, подрезки, вывести, завести и так далее. То есть все работы внутриквартальные, они, как правило, это фактически, у них очень большая затарата на трудочасы, а количество укладываемого асфальта там, оно очень маленькое. И поэтому все подрядчики с неохотой идут туда. Но мы приняли решение. Все организации, которые там выиграют какие-то тендера, мы им ставим условия. На такую-то сумму берешь дороги общего пользования, а тебе в нагрузку такое-то количество внутриквартальных дорог. Таким образом... Было принято решение, когда вы пришли китайские, 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 китайские. Нет, мы приняли это решение, это было в конце 2018 года. Вы видите, мы сделали большой объем в 2019 году. А если сравнивать тот объем внутриквартальных дорог, который был сделан в 2019 году и будет сделан в 2020, то его можно то, что сделали в 2019, умножить на 2,5. Мэр поставил задачу на сегодняшний день, поскольку основную массу, 80% всех дорог, мы привели в порядок, сделать акцент на дороги внутриквартальных. Это задача, которую поставил мэр. Ментою департаменту, который вы осуществляете, есть привабливость Днепра как города, привабливость его выгляду. Вы задоволен, как выглядит место? Нет. Почему? И чем? Прежде всего, у нас есть центральная часть города, которые некоторые там говорят, вот она, допустим, архитектурная. Но, к сожалению, я не знаю, как это сделать. В частности, мы проводили большие реконструкции фасадов, домов и так далее. Договаривались с жителем о том, что, ребят, смотрите, мы делаем реконструкцию фасада, вы видите, мы используем хорошие материалы, мы стараемся это все сделать. Давайте, пожалуйста, мы уберем все ваши ужасные кондиционеры, пообираем все ваши деревянные стеклянные окна, тряпки и так далее. Да, мы сделали все, сделали ровно через две недели. Весь этот, извиняюсь за выражение, Мотлах опять появляется. То есть у нас такое несколько развеянное отношение жителей к своему городу. Будем говорить так, 70% людей действительно очень хорошо относятся к своему городу. То есть я со многими общаюсь, и мы находим компромиссы со всеми. Но просто бывает такая проблематика, что люди не всегда понимают, у них складывается впечатление, что их заставляют что-то делать. Вот у меня тут стеклянный балкон, у меня здесь растет там что-то, извиняюсь за окном, какая-то там фасоль или что-нибудь еще, когда ему пробуют, говорят, вот меня хотят выкручивать руки и так далее. Город у нас действительно красивый, но я считаю, он должен выглядеть лучше. Что меня не устраивает больше всего, это состояние наших тротуаров в центральной части города. В прошлом году мы начали пилотный проект. Вы видели, мы сделали там улицу Троицкую, площадь Троицкую, сделали часть баррикадной, сейчас заканчиваем улицу Короленко. И дальше мы будем переходить на все центральные улицы. То есть в этом году, я думаю, мой город получит как минимум еще 5 отреконструированных улиц. И вот после того, когда мы это сделаем, тогда я смогу дать оценку. То, в каком состоянии город находится сейчас, меня и как жителя, и как чиновника не устраивает. Но все опять же упирается в деньги. Если бы было больше денег, в этом году мы могли бы сделать из 2 миллиардов, давайте так, мы могли бы добавить плюс 500 хотя бы к реконструкции тротуаров. Но исходим из того, из того, что есть. Нам еще в этом году надо запустить троллейбус на Приднепровск. У нас большие реконструкции детских больниц, общих больниц, амбулаторий. Поэтому будем очень стараться, чтобы облик города изменился. Я люблю свой город. Я его люблю, потому что я здесь родился и прожил практически всю жизнь. Но я считаю, любой человек, я думаю, скажет, что есть ли какие-то изменения за 4,5 года? Я думаю, даже у меня спрашивать не надо, можно выйти на улицу и задать этот вопрос людям. Я думаю, они сами дадут на это ответ. До речи, вы вспомнили улицу Короленко и реконструкцию. Когда она будет, по-перше, завершена, и, по-друге, все мы читаем Facebook, социальные мережи. Почему этот процесс вызывает много вопросов активистов? Прежде всего, понятие такого активиста, как активисты, на сегодняшний день в городе уже не существует. Если в Facebook пишут, то пишут активисты, это, по большому счету, слово ругательное. То есть, те люди, которые устраивали скандалы по поводу спила деревьев, что вот они спилят, нечего будет дышать, они все забетонируют, превратят все в железобетонные джунгли и так далее. Это люди, это профессиональные активисты, которые четко знают, что они хотят. Они приходят, митингуют, потом они прибегают ко мне в кабинет и говорят, ну, смотрите, давайте так. Вот мы можем завтра не митинговать, но вы нам, пожалуйста, мы хотим здесь отвезти кусок земли, а вот мы хотим здесь поставить заправку, вы нам согласуете. А здесь мы еще хотим построить какую-то мойку. Вот давайте вы нам разрешите, мы больше митинговать не будем. Мы ни с одним из подобных персонажей не ведем никаких диалогов. Ахпетты за руку, безпосреднюю? Ну, когда приходят с такими пропозициями? Ну, конечно, у меня есть записи из терабайты. Они ждут своего времени, они ждут своего времени. То есть многие сейчас икнут, все, которые ко мне приходили, у меня все задокументированы. Чисто для меня. Просто если человек там начнет рассказывать, как он белый, чистый и пушистый, ну, хорошо, я похожу в другую сторону. Не белую, не чистую и не пушистую. Как вы думаете, сейчас это для них новина? Я думаю, да. Я думаю, да. Некоторые сейчас икнули, ты начинаешь судорожно, а что же я просила, а что же я там говорил, а что же я хотела. Все задокументировано. Все лежит в папочке и ждет своего часа. Не переживайте. И все-таки, улица Корленко, когда она будет завершена? Мы планируем, вы видели, там огромный объем работ. Мы планируем, ну, максимальная точка завершения всех работ, самый крайний срок, мы планируем до 1 мая. Закончить этот объем, действительно, объем большой. Плюс мы надеемся, на улице, судя по всему, Корленко у нас еще появится один современный туалет. Вы видели, мы их начали устанавливать по городу. Это такое достаточно большое место скопления людей. Мы его там сделаем. Я думаю, там еще появится один подземный контейнер. Так же планируется, или уже идет реконструкция улицы Баррикадной, и разом с Корленко планируется сграбить их пешеходными зонами. С вашей точки зрения, это доцельно для центра? Я считаю, по поводу улицы Баррикадной еще могут быть какие-то там разговоры. А в частности, улица Корленко, она однозначно будет уже и пешеходной. И будет еще часть улицы бывшей Московской от улицы Глинки до проспекта Яворницкого. Этот участок тоже будет прешеходный. Мы приняли соответственное решение и внесли изменения в генеральный план города. Готель Парус. Такая знаковая, я не знаю, споруда для нашего города, символ нашего города. Я, честно говоря, еще не могу сказать с знаком плюс или минус. Лише за вашей каденцией, я имею в виду, и мера Филатова, и вас, как его заступника, планировалось ее подорвать, снять соответствующий фильм. Такие были разговоры с ней в музее. Что сейчас? Что с ней делать? На сегодняшний день у гостиницы Парус есть собственник. Все рассуждения и все диалоги по гостинице Парус, они перешли в судебную плоскость. И это длительный процесс. Вначале собственник согласился пойти нам на уступки, сказал, да, вот мы согласны, вместо этого мы хотим то-то, то-то, то-то. Мы им сказали, мы договорились, в принципе, все. Практически ударили по рукам, потом сказали, нет, у нас решение совершенно другое, мы хотим это, это. В настоящий момент это все перешло в юридическую плоскость. Ну, я думаю, нет такого жителя города, которому там не мешает это бельмо на глазу. Тем более на сегодняшний день в реалиях современного мира оно эксплуатироваться не может уже никак. Абсолютно совершенно. Вы же знаете анекдот про гостиницу Пару в советские времена, как ходили, нет? Ну, я, конечно, я ехаю трохи пизднейше на руку смогу. Приезжает делегация в город Днепр в 70-е годы, в начале 80-х приезжает, экскурсовод водит их по городу, он говорит, а что это у вас такое? Экскурсовод, да, говорит, строят уже, говорит, 20 лет, и непонятно, когда они закончат. А то вот стоит уже, говорит, мы не знаем, уже строят, и, короче, полный кошмар. Его на следующий день вызывает в обком партии, говорит, ты же вообще с ума сошел? Иностранцы приехали. Что ты вообще несешь? Ты думаешь, что ты говоришь? На нас позоришь. Ну, хорошо, следующая экскурсия. Опять же, идут иностранцы, он спрашивает, у него спрашивают, а что это за здание, почему-то, говорит, о, говорит, вчера, говорит, проходил не было, сегодня уже построили. Вот, в принципе, ситуация несколько не изменилась, но в юридической плоскости перешли все переговоры. Да, действительно, были разговоры, как ни смешно это звучит, было предложение от компании Discovery, это реально, они хотели... Да, 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 от них реально было предложение, причем, как ни странно, было предложение с офисом Москвы, у них главный офис в Москве. Они тогда предложили, если вы там будете взрывать, я сказал, говорю, с московским офисом, я не буду никаких вести переговоров, потом они переключили на офис Голландии, мы с ними вели переговоры, так и так, говорят, мы согласны даже поучаствовать в каких-то финансах, если вы нам предоставите эксклюзивные права на съемку, как это здание будет взрываться, какие подготовительные работы и так далее, то есть, ну, они ждут. Михаил Александрович, давайте повернемось до ремонта дорог, в частности, внутрешних квартальных. Где они строятся, реконструируются, реставируются, где нет. За каким принципом выбираются те, что сделать первоочередно, а те, что потом? Прежде всего, ремонтами внутриквартальных дорог и главным локомотивом в решении этих вопросов это является на сегодняшний день депутат городского совета, потому что каждый депутат городского совета, это человек, который лоббирует свой округ. Это непогано, до речи. Да, то есть, ну, смотрите, чем более, если так можно сказать, более у вас активный депутат, чем больше он вами занимается, тем более скорее и эффективнее это происходит. Но основное количество ремонтов дорог по всем ремонтам внутриквартальных дорог принимает решение мэр города. Он анализирует количество обращений граждан, количество заявлений, какое количество живет там людей, и после этого он принимает, то есть, часть заявок поступает от депутата, а часть решений принимает мэр города, и он дает соответственные указания. То есть, исходим из того, какое количество людей живет во дворе, какие там необходимо выполнить работу. Ну, видите, мы там расползлись не в центре города, а даже во все самые периферийные районы. То есть, нельзя сказать, что мы делаем только центр, или мы делаем только победу, а не делаем там западный и так далее. Работы проводятся везде. Михаил Александрович, багато СМИ цитовали ваши слова щодо переноса танка, памятника генерала Кушкина, все-таки это будет сделано? Это будет сделано обязательно, однако, перед тем, как мы решим, куда этот памятник перенесем, на сегодняшний день существует два варианта. Первый вариант, там, где стоит памятник на сегодняшний день, перенести его ближе к памятнику славы, либо существует второй вариант, перенести его в другое место. Но прежде всего, мы этот вопрос будем обсуждать с ветеранскими организациями. И номер один у нас в городе еще живет вдова Пушкина. Вы знаете об этом? Она жива до сих пор. И если кому-то интересно, то знаете, где Пушкин похоронен? Ну, я не, я дороже с его сыном, плохо был знакомым. Смотрите, он похоронен на соборной площади в братской могиле. Он похоронен там. Тут есть два варианта. Можем рассмотреть вариант первый. Опять же, мы это будем обсуждать с его родственниками, и будем обсуждать с представителями ветеранских организаций и архитектурой города. Никто самостоятельных решений принимать не будет. Вариант один. Может быть, перенести этот памятник на место его захоронения, как вариант. Второй вариант – это перенести его, как я сказал, ближе к памятнику Славы. Кстати, для справки. Вы знаете, что памятник танк Т-34 никакого отношения к генералу Пушкину не имеет совершенно. Памятник этот появился в 76-74 году, а до этого там стоял совершенно другой танк. И этот танк сейчас стоит возле диорамы. Его просто убрали, его поставили туда. То есть, никто не будет принимать каких-то скоропалительных решений. У генерала Пушкина есть родственники, есть члены его семьи, у нас есть ветеранские организации, у нас есть архитектура. Мы вместе соберемся и примем какое-то решение консолидированное. То есть, просто так сказать, а вот мы уберем, переставим туда. К сожалению, не убрать, не перенести его туда невозможно по одной простой причине. Там уже запроектирована станция выхода из метро. И причем эта станция выхода из метро была еще запроектирована в далекие и в далекие годы. И сейчас у нас уже есть этот проект. По этому проекту мы провели тендер. Вносить в него изменения – это смерти подобное. Мы остановимся еще на 3-4 года. На сегодняшний день это самый объективный из всех вариантов. Плюс, я думаю, сейчас у всех журналистов, у всех телеканалов, у них есть свои дроны, которые летают. Пожалуйста, приглашаю всех журналистов. Пусть они полетают над всеми строительными площадками. И сбивать никого не будем, сразу говорю. Пусть полетают над всеми строительными площадками и посмотрят, насколько сейчас активно ведется строительство метрополитена. Ведется на всех, за исключением ствола номер один, у нас везде идет активная фаза строительства. Пожалуйста. А для меня главный маяк ведутся строительные работы или нет – это жалобы. К сожалению, улиц жителей Яворницкого, что вот так и так ночью приезжают машины, выгружают, возят грунт. Если, например, основные шумные работы мы планируем, делаем там днем, а грунт стараемся уже вывозить ночью. То есть, ну, к сожалению, нельзя так сказать. Мы рады тем, что жалуются люди, значит, работы идут. Ну, это реально определенный срез. И я вижу, я на всех строительных площадках каждый день. Каждый день я заезжаю на одну строительную площадку и вижу, что там происходит. Реконструкция при вокзальной площади. Когда ждать уже завершенный проект? После конкурса. Я думаю, первую визуализацию, нормальную принятую результат конкурса, мы сможем уже увидеть к этому лету. Причем, если у нас была раньше речь реконструкции просто при вокзальной площади, то сейчас эта идея более глубокая – это строительство большого транспортного хаба. Включая место парковки и для международных автобусов, и для маршруток. То есть, просто так сделать площадь, а оставить в стороне ужасную, там, старомостовую и все эти подходы к ней, ну, я считаю, это неправильно. Это просто, так знаете, такая красивая картинка. То есть, есть там несколько вариантов и строительство конкурса, переходы на других линий. То есть, рассматриваются все варианты. Я думаю, к лету город уже сможет что-то увидеть. Ведомо ваше ставление до тварин, зокрема, в связку с вашей освитою. То есть, скажите, пожалуйста, все-таки, вы задоволенны тем, как в Днепре поводятся с безпритульными тваринами? И че будет створено цвинтар для таких тварин у нас в городе? Первое. То есть, как работает коммунальное предприятие «Зооконтроль» на сегодняшний день? Я удовлетворен, ну, скажем так, на 85%. Есть какие-то определенные там моменты. Но я стараюсь, мы справляемся, никаких проблем нет. Относительно кладбища домашних животных, прежде всего, у меня сразу вопрос. Где? У всех такая питания. Где? Я вам рассказываю. У нас место на Краснопольском кладбище осталось на 4 года. Но оно, на пив, закрытое, насколько я знаю. Краснопольское? Нет. Нет, нет. Краснопольское рабочее кладбище, оно не закрытое. То есть, там сейчас боремся еще за отдельный участок земли. Захоронение осталось на 4 года. Для выхода из этой ситуации было принято решение, у нас коммунальное предприятие «Зооконтроль». Если у кого-то дома, не дай бог, там погибло животное, и люди не знают, куда его деть, у нас коммунальное предприятие, да, за отдельные деньги, может приехать домой, забрать труп погибшего животного. Мы храним это в холодильнике, и два раза, раз в две недели мы вывозим трупы погибших животных на кремацию в город Запорожье. То есть, трупы сжигаются. Если сделать кладбище домашних животных, то есть, я не вижу физической реальности сделать его в черте города, нет ни места, нет ничего. Делать за городом, это опять же, вы можете себе представить. Если обратная сторона, да, мы хотим похоронить собаку, но там надо съезжать в штат людей, платить налог за землю и так далее. Когда у какой-то бабушки умрет котик, я ей скажу, да, можете похоронить, но это стоит 600 гривен, я считаю, будет скандал. В этом году мы планируем установить свой крематорий для кремации животных, я думаю, жители смогут туда обращаться. То есть, мы планируем завершить этот этап где-то ориентировочно к середине сентября этого года. То есть, жители смогут обращаться и самостоятельно кремироваться, не самостоятельно обращаться в КП, их животное, если они хотят, может быть индивидуально кремировано за отдельную плату. Михаил Олександрович, лишается буквально несколько секунд. Останнее вопрос, кроме того, что вы есть заступником мера, директором департаменту, вы есть депутатом Дніпровской городской области. У этом году будут выборы, буквально одним решением. Будете идти снова? Еще не решил, думаю. Ну, избиратели все подпрыгивают, кричат, прихожу на красный камень, давайте, давайте и так далее и тому подобное. Не знаю. Буду думать, решение будет принимать мер. То есть, сказать, что должность депутата – это какое-то благо, никакого благо нет, кроме нервотрепки, головной боли, ну, конечно, есть позитив, когда ты приходишь, видишь результаты своей проделанной работы, когда ты общаешься со своими соседями и видишь, как они реагируют на то, что ты сделал, это очень приятно. Это очень приятно, это один из моментов, который меня подстегивает. Что ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. На все добре. Продолжение следует...